Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Всем привет, это Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Меня зовут Миша Кокин, напротив меня Радислав Гондопас. Радислав, добрый день. Сразу к вопросам. Первый вопрос от Юлии Сахаровой из Калининграда. Здравствуйте, я Радислав. Что вы можете сказать насчет биткоина и других криптовалют, которые все больше и больше набирают популярность? Вложились уже? Пропускаем вопрос. Ну, мне один из моих друзей компетентный сказал, если бы ты вложился в биткоин год назад, если бы, как я тебе говорил, если бы ты вложился в биткоин год назад, трудно вкладываться в то, о чем не понимаешь. Кстати, я размещу у себя в блоге на днях интервью с Келлом Нордстромом о биткоинах. Он очень здорово сказал, но он гораздо лучше скажет, чем скажу я. Поэтому я размещу на днях, возможно, к тому моменту, когда вы увидите наш подкаст, это интервью уже будет в моем блоге. Блог на сайте Радислав Гондопас.ком. Все, что я могу хорошего сказать на эту тему. Хорошо. Тогда вопрос от Сергея Дубровина. Сергей пишет вот что. Здравствуйте, я из Воронежа, но проживаю в Москве. И вопрос никак с этим первым предложением не связан. Как вы относитесь к очень эрудированным и начитанным людям, интересным людям, но при этом совершенно финансово неуспешным? И как вообще такое возможно? Во-первых, с эрудированным и начитанным людям я отношусь сразу хорошо, вне зависимости от того, чем занимаются, а не каков их достаток. Второе. Обеспеченность человека зависит не только от его талантов и способностей, а от той планки, которую он сам себе поставил. Огромное количество людей не хотят менять свой образ жизни, не хотят лишаться свободного времени, напрягаться и ради денег. Это они свою жизнь таким образом простроили. Ну и третье. Есть категория учителей, режиссеров, актеров, ученых, писателей, которые никогда не будут состоятельными людьми, если они не бросят свое дело. То, что они занимаются своим делом, дает возможность мне, моим детям получать информацию, удовольствие. Они развивают культуру и то, что они, допустим, нищеброды, как сказал бы какой-нибудь гламурный подонок, это не низводит их в моих глазах в разряд людей, недостойных общения. Скорее наоборот, я скорее предпочту общаться с человеком эрудированным, начитанным, умным, развитым, интеллектуально, но не богатым, чем с человеком состоятельным, но, к сожалению, неинтересным собеседником и пустым человеком. Следующий. Следующий вопрос от Льва Кривошейна из Владивостока. Ардислав пишет, Лев, вы говорите о деньгах и о своих доходах своим друзьям и знакомым. Это вопрос. Говорите ли вы им? Нет, это не обсуждается. Даже так далее. Не обсуждается не потому, что принципиально есть какие-то соображения, потому что друзья и знакомые, они задают вопросы, но если они близки к моему дому, они видят атрибуты дохода, они понимают, ну, там, дом, машина, одежда. Не знаю, по каким-то принципам они могут понимать, может быть, не в цифрах речь, но общий уровень достатка они, наверное, понимают, но вообще мы этой темы не затратили. А вообще, стоит ли говорить о таких вещах? И, как пишет Лев, не ради хвостовства, а скорее просто показать своим примером, что большие деньги можно зарабатывать честным, легальным и любимым труду. Вы видите, Лев, отлично сказал, суть не в том, о чем вы говорите, суть в том, зачем вы об этом говорите. Если вы говорите для того, чтобы произвести впечатление, чтобы вам позавидовали, это, наверное, не стоит для такой цели. Если вы хотите от товарища, у которого чувствуете потенциал, и он, может быть, чувствует неуверенность в себе, а вы ему демонстрируете, вот где я был, вот кем я стал, да, вот сколько я зарабатывал, вот сколько я зарабатываю. Это всего лишь благодаря тому, что я вот здесь подключил в определенную предприимчивость, монетизировал свой талант таким образом, и это его простимулирует. То, конечно, другая история, в этом случае можно было бы. Нет никакой трагедии в этом, я не думаю, что стоит ставить вот такое жесткое табу, ни в коем случае и так далее. В определенных культурах это не принято, это дурной тон обсуждать достаток дохода. Но если вы говорите с другом с тем, чтобы его подтолкнуть, промотивировать, ну почему нет. Продолжаем. Следующий вопрос от Виктора Тукунова из Степнова. Радислав, а вы знаете каких-нибудь блогеров? И если да, то каких? И слышали ли вы это продолжение вопроса о конфликте Тинькопа и Немагии? И что вы об этом думаете? Тинькова и кого? Немагия. Есть такие? Ну мы же все-таки работаем в Ютьюбе. Не только не слышал о конфликте Тинькова и Немагии, но даже про Немагии, вот все такое Немагии я даже не знаю. Блоги я читаю время от времени и даже подписан на кое-какие, но прям такие вот индустрии, прям вот эта вот культура блогеров для меня, ну я не живу в ней. Но смотрите ли вы блоги на Ютьюб? Нет, точно нет. А в Дудь, Юрия Дудя? Не смотрю, но нужно будет посмотреть. Вы говорили, я помню, что это достойно. Да, в последнем выпуске он взял интервью Познера. Да что вы. Да. Значит, я смотрел это интервью на Познера онлайн. Познерова тоже у себя разместил. Такое может быть. Все, я понял, кто это Дудь. Молодой парень довольно субтильный. Да, главный редактор спорта шел. Спросил, что бы вы сказали, если вы оказались перед Путиным. Путин красавчик? Спрашивал он Познера. И у вас нет его не спрашивания? Я посмотрю. Все, уберили, я посмотрю. Хорошо. Мой ответ скоро будет другим. Тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос от Варвары Островской из Минска. И я выбрал его не просто так, он очень хорошо соотносится с прошлым вопросом. Варвара интересуется, смотрите ли вы телевизор, теперь уже, не интернет, не блоги, а телевизор. И как часто вас туда приглашают? Вопрос в продолжение. Да, я так учился. Телевизор я не смотрю лет 10 или 11 уже. Когда я жил один, был период такой, я вообще выдернул просто из провод, который я соединял со спутниковой в то время еще тарелкой. И у меня телевизор работал только как DVD-плеер. Ну, в смысле, как монитор DVD-плеера исключительно. Сейчас телевизор, ну, сейчас телевидение есть, сейчас дети, семья, родители приезжают, они без телевизора не могут же вовсе. Поэтому телевидение есть, но вот, например, если приезжает в гости мама и говорит, сынок, включи мне телевизор. Я беру эти 6 пультов, я говорю, мам, я не знаю как, ей-богу, я не могу включить эфирное телевидение. Ей-богу, вот там что-то надо нажать МТС, потому что там стоит эта вот коробка МТС, но есть Apple TV, с Apple TV я нормально дружу. А вот это вот я не могу воткнуть, как, а что на телевизоре теперь, ну, так интуитивно. Или нужно позвать старшего сына, Гриша, пойди подключи, вот так он справится. Нет, я телевизор не смотрю. Бывает время от времени, в минуты слабости где-нибудь в гостинице, после тренинга, усталый, я вот поварюсь немножко с лазом, нажму кнопку. И так 60 каналов, тын-тын-тын-тын. И я понимаю, что ни на одном из них не хочу задержаться. Кстати, завис на культуре было такое вчера. Вчера я был на тренинге в Казани, и вот завис на культуре немного. Ну, так прощелкаю каналы и понимаю, что либо скучно, либо ужас. А по временам же ужасный ужас. Просто ужасный ужас несется с экрана. Я поражаюсь, кто-то это смотрит, кто-то это принимает за чистую монету. Я думаю, что в целом телевидение очень крепко упало за последние годы. И это совсем не похоже на то, что было в 90-е, когда начиналось это свободное телевидение. Когда действительно было телевидение, я действительно на что-то влияло. Ну, сегодня оно тоже влияет. К сожалению. Когда-то, к счастью, сегодня к сожалению. Печально. Не смотрю телевидение. Вообще. А там было еще что-то. Да, приглашают. Как часто вас приглашают на телевидение? Ну, раз один-два раза в неделю точно. В основном это федеральные каналы. И в последнее время я отвечаю отказом в 100% случаев. Я соглашался на какие-то каналы небольшие, делать бизнес-каналы и так далее. Когда я знаю людей, знаю программу, что это будет полезно, важно, нужно и познавательно. А на каналы людоедские я не хожу больше. Я один раз поддался, меня пригласили на программу. И мне сказали помощник режиссера, он сказал мне, Радислав. Мы решили вас пригласить как видного игрока этого рынка, поскольку наша программа будет о тренингах. Я такой, о, класс, зашибись. Ну, конечно, я приду, конечно, я приду, надел лучший костюм, все, там, запонки, надушился, пришел на телевидение. А там такое мракобесие началось. Он говорит, под видом тренинга? Нет. Эти, значит, тренинги зомбируют людей, создают там тоталитарные секты. Люди идут на тренинги, там их обрабатывают психологически, показывают какую-то компиляцию кадров. Знаете, как в стиле фильма «Обыкновенный фашизм». Компиляция кадров, при которой создалось впечатление, что там действительно что-то такое делают с людьми. И люди такие вот. И потом вся студия начала на меня набрасывать. И у нас в студии присутствует один из бизнес-тренеров. Боже мой, тут какой-то священник стал на меня орать. Какой-то беззубый психотерапевт стал орать, что у него все клиенты от меня. В конечном итоге, что мы там уродуем психику людям, что мы калечим души и прочее. Покаетесь, кричали мне, покаетесь. Депутат Госдумы сказал в красном костюме, надо поставить под государственный контроль. Смотри-ка, что это они тут разошлись. Я говорю, подождите, с чего вы взяли, что эти кадры про тренинг? С чего вы взяли, что все это вообще про тренинги, то, что сейчас говорилось? Ну, бывает, что под видом тренингов людей заманивают в секты. Людей заманивают типа на тренинг. Люди приходят, а потом начинают действительно заманивать во что-то подобие секты. Или какая-то система тренингов, с которой человек регулярно платит деньги. Но это элементарное мошенничество. Здесь не тренинг. Не тренинг, это все равно, что под видом лотереи на самом деле лохотрон. Это же не значит, что нужно запретить лотерею, например. Или если люди выпили поддельную водку и умерли, то это не значит, что нужно запретить алкоголь, потому что, вот видишь, это же под видом тренингов, а не тренинг развратил людей. Но это был какой-то мрак. Я пришел домой и сказал, что нет, все. Телевидение кончилось для меня не только как средство развлечения и познания мира, но еще и закончилось для меня как место, где я мог как эксперт выступать и что-то говорить дельное в кадре. Я потом спросил, что я уже говорил, что это еще сейчас было. А он говорит, ну извините, но вы же понимаете, что... Телевидение – это молох, пожирающий своих детей. Люди приходят в студию в надежде сказать что-то, что они думают и так далее. В итоге получается, что им же и хуже от этого. Так что все. Телевидение. Вопрос от Дмитрия Алексеевича из Саранска. Радислав, насколько важно быть точным и аккуратным в деловой переписке и вообще в переписке? Я так понимаю, это касается и социальных сетей в том числе. И как все-таки правильно, вы с маленькой или с большой? Начну с конца. Вы пишется с большой буквы только в том случае, если происходит обращение к конкретному человеку. К конкретному человеку. Его имя называется в письме, в котором вы обращаетесь на вы. Например, это проявление высочайшего уровня уважения. Нельзя писать в рекламе. Значит, приходите к нам в банк, у нас вы получите высокий процент. Нельзя писать с большой буквы, потому что это не обращение к конкретному человеку. Это просто абстрактная вещь. И таким образом девальвация этой большой буквы, если мы говорим вы, просто напропалую миллионом людей с большой буквы, то это девальвирует тогда вы с большой буквы по отношению к конкретному человеку. Я скажу больше, обращение на вы к человеку, это уже повышение градуса уважения к нему. Даже если с маленькой буквы пишете вы, в этом нет проблемы. Вы с большой это признак наивысшего уважения. Ну, а президенту, очевидно, нужно всегда писать вы с большой. Ну, если вы пишете президенту, то, я думаю, там много еще чего нужно соблюсти в этом случае. А насчет того, нужно ли быть внимательным, аккуратным к переписке, несомненно. Дело в том, что деловая переписка особенно, это ритуал определенный, и здесь не годятся такие речевые обороты, которые подходят для социальных сетей, для персонального общения. И поэтому, если нет в этом деле компетентности, имеет смысл зайти. Есть полно там сайтов, можно загуглить, деловая переписка, особенности деловой переписки. Почитайте, расширьте свой словарный запас фразеологический разными оборотами, красивыми, интересными и так далее. Почитайте Сашу Карепину, у него есть блестящие материалы в сети и книга на эту тему о деловой переписке, современной деловой переписке. Деловая переписка – это не только акт вежливости, и это еще и инструмент влияния на человека, с которым вы переписываетесь. Вы формируете определенное отношение к себе, к своей компании, к своему продукту, и таким образом это отношение потом монетизируется в конечном итоге. Поэтому деловое письмо – это должно быть объектом пристального внимания, как вы выражаетесь. А грамматические ошибки, навертели всяких велеречивых оборотов и сделали ошибку в слове. Вместо компании написали компания, имея в виду рекламную компанию. И если человек понимает, если он знает разницу, то эта ошибка может... Или распространена ошибка людей, которые работают в агентствах, а не агентство пишет без Т. Да, агентство. Ну и так далее. Но все-таки в социальных сетях хорошо, если мы берем в социальные сети не деловую переписку. Считается, многие считают, это мое личное пространство, что хочу, то и делаю. Я пишу очень быстро, если там какая-то ошибка, ничего страшного не презирайте. Есть еще и друзья, примерно, на таком же уровне грамотности, что они не замечают ошибок, никаких проблем не вижу. Действительно, это личное пространство. Действительно, у меня проскакивают опечатки, не ошибки, а опечатки ошибок у меня быть не может. Я все-таки преподаватель русского языка. Я все-таки по первому образованию, поэтому ошибки быть не может. Но опечатки проскальзывают, и опечатки похожие на ошибки. Мне порой такая, я и Родислав. А как вы к этому относитесь? К тому, что вас поправят? Ну, опечатка, опечатка, что делать? Бывает. Пусть это будет самая большая ошибка в моей жизни. Переходим к приложению этого выпуска. Мы с прошлого раза, и даже с позапрошлого, ввели эту рубрику. И я уже писал в ВКонтакте, в нашей группе, S, нижнее подчеркивание, Gondopass, Ask, как меня поправляют часто в Ютьюбе. Значит, я писал уже о том, что приложение, помните, вы советовали Игоря Мана, фильтры Мана. Так вот, в Андроиде скачиваний стало 5 тысяч, а было всего тысяча после нашего выпуска. То есть, 4 тысячи раз его скачали, наверняка это связано. Я надеюсь, вы, те, кто скачал, получили подсказку при приятии решений. Да, ну, мы, не пользуясь фильтром Мана, приняли решение продолжить эту рубрику. И какое приложение сегодня? Самое свежее приложение, которое я скачал, еще ни разу им не воспользовался, но воспользуюсь, несомненно. Я часто выступаю публично, и бывает, что мое выступление ограничено во времени очень жестко. Ну, предположим, идет трансляция на 6 тысяч человек, и нельзя затянуть ни на одну минуту. Прекрасно, когда я могу поглядывать в свой ноутбук, который открыт, есть такой сервис в Keynote, экран докладчика, и на нем идет время. Я могу видеть, как... Невозможно пользоваться, скажем, телефоном, доставать его, и смотреть, который сейчас, или смотреть на часы. Но, во-первых, это некрасиво, и, во-вторых, это зрителей настраивает не лучшим образом. То есть, вообще догадаетесь, он вибрирует телефон? Нет? Нет, это же бывает слишком поздно, когда он зарегулировал за 5 минут до финала. Нужно прям минута в минуту закончить. У меня недавно было выступление, я закончил прям, 55 минут было выступление. Вот так мне сказали, 55 минут должно оно длиться. Я закончил, вот прям, последние секунды, чик-чик-чик, до свидания, вот это было идеально. Но для этого вы должны в течение всего выступления видеть время, а когда последние 5 минут уже поздно. Когда-то давно я возил с собой электронные часы, и в них запускал функцию обратного отсчета и так далее. Это было не очень удобно, нужно было тянуть провод, они были без батареек и так далее. А вот теперь есть приложение, называется Speaker Clock. Speaker Clock. Часы оратора. Да, часы оратора. Вы выставляете время выступления, ну какое, вот таким вот простым движением. Предположим, вы хотите выступить 18 минут, как в TED. Так, и что дальше происходит? Ну, ставите его либо горизонтально, либо вертикально, в то место, где вы видите, а вы везде увидите красные большие цифры, довольно большие. Я скачал его еще и в планшет. В планшете еще больше эти цифры. Но телефончик-то вы сможете где-нибудь пристроить. При этом вы к нему прикасаетесь. Вам не нужно ничего там находить, пуск нажимать и так далее. Вам достаточно просто выйти на сцену и прикоснуться к телефону. И циферки побежали. Вы даже можете достать телефон из кармана, прикоснуться к нему и прямо в процессе выступления куда-нибудь прислонить телефон. В колонке на сцене, например. Даже если публика видит этот телефон, ну никаких проблем. К телефону есть такие присоски, всякие там ножки такие, или есть специальные такие чехлы раскладывающиеся. И вы можете его установить, прямо на пол поставить. И говорить, поглядывая на бегущие красные цифры. При этом он вам намекнет, что вот, дескать, желтый. У него загорится желтый, когда время будет на исходе. А потом красный, дескать, пора заканчивать. Ну вот, предположим, до конца года, если меньше трех минут, у него загорается желтый, а когда минута, загорается красный. Парень, пора сворачивать. Мне кажется, это очень удобное приложение для тех, кто выступает публично. И не только. Вы можете для себя придумать, видите, там еще и ликнуло-то. Вы можете придумать для себя и другие форматы использования этих часов, когда вам нужно, например, что-то делать строго определенное количество времени. Вы можете с помощью этих часов, не знаю, планку держать, или отжиматься, или что-нибудь еще. Какие-нибудь интервальные тренировки делать. В общем, можно его приспособить под разные задачи. Очень здорово. Красный цвет, крупные. Мне очень нравится. То есть, это бесплатное приложение. Здесь, естественно, предлагают скачать какую-то платную версию, но мне непонятны те опции, которые там добавляются. Ну, я не в самом деле. Спикер-клок. Спикер-клок, приложение и книга. Сразу следом за приложением будет книга, книга выпуска. И сегодня это... Книга выпуска внезапно, несмотря на то, что это никак не... Выбирая книгу выпуска, нельзя предлагать вопросы, которые будут заданы. Я выбрал книгу Джона Шоула «Первоклассный сервис. Почему?». Первоклассный сервис, полное название, как конкурентное преимущество. Во-первых, я его знаю, я его встречал. Он производит очень хорошее впечатление сам, как человек, могущий оказывать сервис, оказывающий воздействие и впечатление. Почему эта книга выпуска именно сегодня? Я опросил нескольких моих знакомых. Мне кажется, или они тоже констатируют, что в стране уровень сервиса как-то снижается на глазах. Что в аэропорту при регистрации перестали здороваться. Спасибо, пожалуйста. Что служба безопасности аэропорта и пограничники вообще сидят с таким лицом, кому-то вы их обидели. И когда вы говорите, здравствуйте, они вообще никак не отвечают. Так, проходим, проходим, кладем ремни сюда, быстрее. Проходим, в таком стиле разговаривают. Вы откуда? С Италии, спросили у меня. Ну, это диковато несколько, но я помню времена, когда было лучше, с сервисом было лучше. В магазине, понятное дело, все зависит от самого работодателя, тех продавцов, которые работают. Но в целом и в магазинах, даже где не дешевые товары, я вижу, что происходит общее снижение уровня сервиса. Готовности помочь, открытости, приветливости, доброжелательности. На уровне, даже не на уровне слов, иногда скрипты правильные. Здравствуйте, у вас есть дисконтный аккаунт? То есть все по скрипту произносится правильно? Выражение лица. На уровне выражения лица сервиса становится меньше. Объяснение этому я не могу найти, можно привести, наверное, с десяток факторов и так далее. Но мне кажется, что ситуация не безнадежна, надо ее спасать. Джон Шоу, первоклассный сервис, как конкурентное преимущество. Читайте, внедряйте. Через пару недель увидимся. Всем спасибо. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok